Амина Каербекова 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 Он имеет долговременные стратегические минусы, связанные с ослаблением поля Б6. Сейчас я туда буду заходить конем. И это может оказаться довольно неприятным для черных, поскольку здесь игры не видно. Как вырастить чемпионку? Папа Аллы поделился своим рецептом. Присмотреться к ребенку, что ему интересно. Причем детям не поздно попробовать любой спорт в любом возрасте. Внимательнее относиться к своим детям, чем они хотят заниматься, и поддерживать в этом, и не давить. А дальше, если у ребенка есть свое желание, стремление, то просто ваша поддержка поспособствует достижению успехов, не только в шахматах. Шахматистки совсем не безэмоциональные роботы, как их себе большинство представляют. И Алла тому пример. Может и поплакать после обидных поражений, и попрыгать от радости от крупных побед. В любой ситуации поддержит мама, которой, в свою очередь, Алла поможет по дому и на кухне. Полноценный отдых в жизни – рисование. Оно дает возможность отвлечься и от шахматы, и от учебы. И в эти минуты размышлять только о рисунке. Причем не важно, что изображать. Но шахматы все же главное дело в ее жизни. Они, помимо титулов и медалей, прежде всего дают умственную нагрузку и помогают в совершенствовании памяти. Элементарно, чтобы учить стихи или преуспевать в математике. В начале пути от шахмата в этих успехах была, конечно, большая часть таланта. Но теперь со временем уже, конечно, больше труда. То есть приходится больше работать по нескольку часов в день. То есть работа с тренером, домашние какие-то самостоятельные занятия. Плюс чтение книг вот этих специальных по шахматам. Читать Ола очень нравится. Причем знания английского языка хватает, чтобы зачастую делать это в подлиннике. Но любимые книги совсем другие. Мне нравятся произведения Чингизаи Тматова. Например, «Первый учитель», «Красное яблоко». Мне нравится душевность его произведений. И бытовые ситуации. Любимая фигура у Алуи в шахматах – конь. Потому что ходит по доске нестандартно. Так же, как и сама девочка хочет действовать в матчах. Ей интереснее соперничать с мальчишками. Они играют сильнее и нужно больше напрягаться, чтобы их победить. В этом равняется на своего кумира Юдит Полгар. Она единственная среди женщин своего времени, которая доказала, что женщины могут идти наравне с мужчинами. То есть она занимала место в первой десятке среди мужчин по рейтингу. Легкая атлетика, плавание, гимнастика. Алуа могла заниматься любым видом. Но повезло шахматам. Это прежде всего спорт усидчивых, где важна концентрация и умение на пределе сосредоточиться на несколько часов. Тем более важно регулярно уделять время физическим упражнениям. Это дает постоянную бодрость, улучшает кровообращение, стимулирует работу мозга, позволяет держать себя в тонусе. Хорошая физическая форма – один из неотъемлемых атрибутов современного шахматиста. Сила не нужна. Необходима, самое главное, выносливость. Алуа занимается по системе физо-пси-подготовки, где через биомеханику убирается страх перед более сильным противником. В сложной ситуации спортсмен должен даже не задумываться, что может проиграть. Он уже настроен на победу. И весь его интеллект, вся сущность работают или на наступление, или на контратаку. В шахматы играет не голова, в шахматы играет весь организм. И в этом организме есть память, есть привычка, есть мысли, скажем так. И это все влияет на действия шахматиста, в том числе в критический момент. Алуа снятся шахматные сны. Как она играет в турнир. Но время истекает, а сделать ход почему-то не может и чаще проигрывает. Хорошо, что наяву почти всегда наоборот. Уже сейчас она побеждает в отдельных партиях международных гроссмейстеров. Это залог будущих громких побед. В шахматных турнирах игрок представляет не только лично себя, а прежде всего страну. Поэтому груз ответственности за честь флага Меруэрт Камалиденова чувствует с детства. Поражения, без которых спорта не бывает, не выбивают ее из колеи. У Меруэрт отмечают устойчивую психику. Она целеустремленная и терпеливая, работоспособная и трудолюбивая. Без звездной болезни. На большинство турниров всегда ездит с мамой, хотя она в шахматах не разбирается. Просто важно иметь рядом родное плечо. В семье Меруэрт соперничала на доске только с папой и двумя братьями. Но уже в шесть лет после нескольких месяцев шахматных занятий играть с ними не было смысла. Ну, конечно, ее особенность проявляется с каждым годом. То, что, наверное, склад ума, аналитический склад ума, она так быстро принимает решения. Ну, может, любые вопросы решить. А так я не считаю, что прямо мой ребенок такой уникальный. Меруэрт, несмотря на плотный тренировочный и соревновательный график, находит время дополнительно заниматься изучением английского языка. И в жизни пригодится, и позволяет отвлекаться от шахмат. Школьную программу проходит дистанционно и привыкла к этому уже давно. Хотя поначалу было сложно, и после возвращения с множества турниров нужно было постоянно догонять одноклассников. Зато в нынешнее время это преимущество. Есть опыт такого обучения, и поэтому науке даются легче. При том, что онлайн-турниры идут друг за другом. Конечно, играть вживую с соперником за одним столом, или же через компьютер за многие тысячи километров – это существенная разница. Но в любом случае, в решающие моменты партий, верх возьмет более классный игрок. Меруэрт больше нравится играть офлайн, чтобы реально чувствовать состояние соперницы и держать в руках настоящие фигуры. Моя самая памятная победа связана с этим кубком. До этого я брала серебряные медали, бронзовые на чемпионатах мира. И перед этим годом я стала чемпионкой Азии двукратной. И вот в 2019-м я стала чемпионкой мира. Наставник Меруэрт Ержан Шакенов считает, что детский тренер – отличная профессия. Если научиться находить способных и давать им шанс. Наша задача, конечно же, из талантов делать звездами. А если найти еще и гений бриллианта, то это, можно сказать, тренеру просто повезло, и надо его раскрыть. На данный момент Меруэрт – лидер рейтинга казахстанских девочек. И уже женский мастер Международной шахматной федерации. Быть среди сильнейших на планете, причем сразу и среди женщин, и среди мужчин – вполне решаемая задача. Я хочу стать мужским грузмейстером в ближайшее время. Это как цель. Но мечты в шахматном мире нету, так как мечта – это, наверное, что-то такое невообразимое. А цель – это то, что я могу достичь сама своим трудом. При этой настойчивости в работе, при ее характере, она в ближайшие два года будет международным грузмейстером. И войдет в 20-ку, в 30-ку лучших грузмейстеров, среди женщин. Будущая шахматная королева когда-то в детстве занималась плаванием и художественной гимнастикой. Но родители сделали выбор в пользу шахмат. И не прогадали. Меруэрт гордится своими достижениями. Но главная из них, говорит она, еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин